Для вязания начинаем с построения схемы и, конечно, снятия мерок. Снимаем мерку по ширине бедер, либо по ширине груди, по объему груди. Бедра УБ-100, длина от седьмого позвонка до какого места хотим вязать, пускай будет 50, пройма от точки плеча до основания руки. Ну и добавить немножко на резиночку, 18, ширина горловины, вот какую хотите, 14 и глубина горловины, глубина. Сзади 2 сантиметра стабильно отмечаем, все, больше нам, наверное, никакие мерки не понадобятся. И рисуем схемку. Схема практически уже готова на майке. Схема самая простая. Сейчас мы ее пропишем. 100 делим пополам, 50 основания. Высота. У нас высота от точки до точки идет 50, так вот, длина изделия 50, квадратик такой. Но учитывая, что пройма 18, 50 минус 18, 32 сантиметра до начала проймы. То есть, начинаем вязание, провязываем. Можно планочку, можно резиночку. У меня небольшая резинка, 32 сантиметра и пройма. Ширина горловины 14, высота 9. По поводу пройм и лямочек. 50 минус 14 и делим на 2. Получается, на лямочку и на пройму у меня 18 сантиметров. Я не стала делать так. 14 это с учетом того, что у меня вот такая горловинка. Но у меня будет еще парочка сантиметров планки. Или резинки. Поэтому убираю отсюда еще 2 сантиметра. Ну и, соответственно, такая же резиночка будет по пройме. И получается, что... Сантиметров 5-6 на пройму и все остальное на лямке. Лямки достаточно широкие. Майка простая, но она не с тоненькой. Если хотите тоненькие лямочки, делайте больше пройму и больше горловину. За счет горловины проще, потому что может торчать белье. Итак. 6 сантиметров. С учетом резиночки 14 плюс вот эти вот 2 и плюс 2 плюс 4. Смотрим, сколько у нас идет на лямку. 50 минус 14 плюс 4 минус 18, минус 6 плюс 6, 12, 20 и делим на 2 по 10 сантиметров. Нормально. То есть, вот из общей ширины изделия вы читаете известные. То есть, большие проймы еще раз не надо делать, небольшие подрезы. Все. Теперь нам нужно посчитать петли ряды. Очень просто. Нужна петельная проба. Петельная проба у нас 4,2 ряда и 2,6 петли. Это в одном сантиметре. 50. Это петли. 50 умножить на 2,6. 130. Набираем 130 петель. По прямой провязываем резиночку, планочку на ваше усмотрение. Сейчас актуальны майки, на которых вообще никакой отделки нет. Но я делала маленькую резиночку. Можно поднять руками, можно на двухфонтурной машине, как вам удобно. 32. Это по прямой умножаем на 4,2. 134. Учитывая, что у нас потянется, 130 рядов. Прямо квадрат, квадрат. 6. Это петли. 6 умножить на 2,6. 15,6. Пускай будет 16. 16 петель пройма. 14 плюс 4. 18. Это петли. Умножить на 2,6. 46,8. Поскольку мы будем делить пополам, лучше четное количество. 46 петель. 10 на 2,6. Это 26. 26. И смотрим. 130 минус 16. Минус 26. Минус 46. Минус 26. Равно 16. Все верно посчитали. 9. Вот осталось 9. Это высота горловины. 9 умножить на 4,2. 37,8. Ну, 38 рядов. Итого. Так, еще 18 рядов. Простите. 18 умножить на 4,2. 76 рядов. Итак, что мы делаем? Мы провязываем. Набрать первое. Набрать 130 петель. Второе. Провязать 130 рядов. Третье. Третье. Провязать. У нас здесь 76. А мне нужно провязать 38 до начала горловинки. Так, 76 минус 38. 38. 4. Провязать. 38 рядов горловина. Убрать. 46 петель. И шестое. Провязать лямки до 76 ряда. Это схема вязания переда. По спинке то же самое. Только у нас 2 ряда. 2 см где-то по спинке будет. 2 умножить на 4. 2. 8. Ну, давайте 10 рядов. Это перед. А по спинке... Так, начиная с 4-го. Провязать не 38, а 66. Рядов. И... Пятое. Горловина. Убрать 46 петель. И шестое. Провязать лямки. 10 рядов. Вот и вся разница. То есть, у нас с вами вот такая схема вязания. Сложного тут ничего нет. Если вы умеете хоть немножко вязать. Сейчас я вам покажу, как делаются убавочки. Хитрый прием, как делать из квадратной горловины круглую. И, собственно, нам останется столько просто провязать детали. Я покажу вам вариант кетлевки на планочке, либо горловинке на горловину и на пройму, для того, чтобы получить вот такую-то имитацию ручной кетлевки. Очень сложной, долгой и мало у кого красиво получающихся с самого начала. То, что я вам предлагаю вариант, идеально получается даже у самых начинающих. Итак, провязывайте. Показываю прием на горловине и на пройме. Довязали до начала проймы и теперь нам нужно убрать 16 петель, убавить на пройму. Метка стоит, вот количество петель. И самый простой способ, как сделать закругление. Половину закрываем сразу петель, а половину убавляем постепенно. Закрываем. Любым удобным способом. Набросываю нить или реально закрыть. Я закрою косичкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь петель. Это половина от 16. Закрываем. Это правая сторона. С левой делайте симметрично, только в следующем ряду уже. Так, чтобы провязалась. Сейчас проедет каретка и я сниму с колковки часть петель. Не забывайте снимать. Так, делайте убавки с противоположной стороны абсолютно симметрично. Дальше. До метки каждый ряд я убавляю по петле. Могу. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Одновременно провязывать обе части не получится. Вяжем до горловины. Довязали до горловины. 46 петель. 23-23. Теперь половину ставим в переднее положение. Рычаги чистичного вязания включайте. И будем точно так же провязывать уголок. Уголок. Самый простой способ. Можно брать те же 10 петель. Можно брать от метки. Вот, например, здесь будет не 10, а больше. От десятки. И делать уголок побольше. Если у нас хотите более закругленные, делайте больше петель. Хотите маленькое закругление по низу, делайте меньше. Итак, ставлю в переднее положение все петли, все иглы от начала закругления. Закруглять буду от точки, которая отмечена на машинке. Мне так удобнее. Вы еще раз говорю, можете взять 10 петель, можете взять совсем чуть-чуть. Частичное вязание включено. Эти петли мы уберем, когда будем вывязывать вторую сторону. То есть заканчиваете одну, закрываете петли до начала закругления. И по аналогии вывязываете закругление. Вот ровно так же, как я сейчас вам буду показывать. Первую петлю обвели. Для того, чтобы соединить не было разрыва. Но опять же, это все будет убираться. И поэтому совсем не страшно. Здесь эта часть будет хорошо закрыта. И теперь каждую петлю мы за раз убираем. Закончили. Когда закончим, дойдем до лямочки. Провяжем по прямой. Снимаем на бросовую нить. Или закрываете. Потому что наша задача будет сшить плечики. Связали одну детальку. Точно так же вяжете спинку. Только там совсем маленький уголок. Надо на 10 петель растянуть. Либо по 2 иглы убираете. Либо совсем чуть-чуть закругление делаете. Небольшое нужно, потому что резинка иначе подтянет уголок. Заканчиваете эту часть. Закрываете петли до начала закругления. Точно так же по одной иголочке. Вывязываете вторую часть. Вторая деталь. Сшиваете плечики. Измеряете ширину горловины. По ней вяжете планочку. И обработка планки и пройм я показываю в следующем. Следующий сюжет. Обработка горловины. Провязали две детали. И шейте одно плечико. Неважно, правое или левое. Сейчас нам надо оформить горловинку. У меня на машинке провязана планочка. И теперь надеваю горловину на иглы. Видите, она немножко присоберется. Это не страшно. Лицом к себе. От плечика до плечика. Равномерно. С одной стороны. До плечика. С другой стороны. Нахожу примерно в серединку. Провиски должны быть одинаковые. И теперь спокойно надеваю середину. В середину. Слежу за тем, чтобы провисало полотно одинаково. Равномерно распределяю по всем иголкам. Всем плотно. Надели. Видите, все очень плотненько получилось. И провяжите несколько рядов. Несколько, это рядов 5-6. Первый ряд я буду провязывать на более рыхлой плотности соединительной. Дальше ставлю плотность рабочую и несколько рядов. Я провяжу 5 рядов для соединительного присоединения. Для ролика этого достаточно. Собираем ролик. Немножко вперед иголки, чтобы полотно не слетало. И берем первый ряд. Вот тут плохо видно, но, если присмотреться, эти поперечинки, это как раз тот ряд, который мы провязали первым, соединительный. Его и надеваем на иголки машины. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Поперечинки. Их на таком пестром полотне, конечно, очень плохо видно. Нам нужен такой небольшой навык соединения. Но, присмотревшись, вы сможете их отличить от обычных петель. Надевайте, соединяйте все в полотно. И нам останется всего лишь закрыть петли. Будет очень интересно и аккуратно оформленная горловина. Соединили, и достаточно просто закрыть петли рыхло, чтобы не перетягивать полотно. Если у вас... У меня видите такое пестрое полотно, что как бы я это ни делала, все равно будет красиво. Если у вас полотно однотонное, можете закрывать двойной косичкой, которую я показываю часто в бесплатных мастер-классах. Смотрите, там вы видите другой вариант закрытия на однотонном полотне. Итак, закрываем. Еще раз повторю рыхло, чтобы не перетянуть. И точно так же, по этому же принципу, мы с вами оформляем проймы. Просчитали, сколько нужно петель в программе Книдстайлер, посмотрели длину полотна, провязали, надели лицом к себе проймы. Одна у нас готова, вторую надо сшить. То есть мы сейчас соединяем второе плечо и оформляйте пройму точно по такому же принципу. Надеваете полотно, провязываете 5 рядов, соединяете рулик или обратную планку и закрываете. Остается, после того, как мы оформили горловину проймы, нам остается только соединить бока. Выполняем боковые швы и майка готова. Дельфин病 Выполняем боковые швы и майка готова. Смотрите, до **. Полотно, выделяем боковые швы, глаз, гусей, швы и катаются упаковки observ response. Р 선물ом Enjoy time. Отд age.